Всем привет! На канале давненько уже не было видео, а у меня, так сказать, на тревожные времена. 1 февраля делал ПЭД-КТ. Для меня это как такой итог шестилетней борьбы с лимфомой. Поэтому очень волновался в целом за результат. Но хочу немного об этом рассказать и о дальнейшей, наверное, судьбе канала. Кто не знает, что такое ПЭД, расскажу. Это такая процедура, на которую ты едешь. В моем случае надо ехать в Москву, а натощак. За день до этого надо сидеть на безуглеводной диете. Приезжаешь, тебе кое-какие оформления, документы оформляют. И потом проходишь в процедурку, тебе ставят катетер и в нее вводят радиоактивную глюкозу. А после этого ты отправляешься в комнату релакса. Что еще прикольно? Иногда на выходе из процедурки бывает стоит дозиметр, либо счетчик Гейгера. Прикольно. То есть в каких-то сериалах про Чернобыль или что-нибудь такое, зону отчуждения, люди обычно шарахаются от трещающих объектов каких-нибудь. А тут ты сам этот объект трещающий, реагирующий на дозиметр. Потом отправляешься в комнату релакса, сидишь там, пока вся эта радиация по тебе растекается. И за это время, за 40 минут, надо выпить еще литр воды, чтобы это все разошлось. Дальше тебя приглашают на КТ, ставят в катетер уже прибор, который тебе во время исследования загонит в тебя йод. И вот этот йод среагирует с радиоактивной глюкозой, которую, если есть патологические клетки, они сразу ее набирают и на исследование светится. Вот такие дела. И что хочется рассказать. Когда я готовился к самому исследованию, я еще приболел, а на КТ на это нельзя ехать. Ни с какими там простудными заболеваниями, потому что иначе исследование просто будет не информативное. И опять столкнулся я с нашей горе-медициной. Не знаю, ну расскажу маленечко вкратце так. Приболел, в общем, вызвал себе... У меня была это... Ну, носоглотка сильно болела, зеленая какая-то эта фигня отплевывалась. Температуры не было, но так общее не очень хорошее состояние. Сейчас вообще такой вирус, говорят, ходит. И что, позвонила через 120, я не знаю, какой там номер. Короче, через 120, по-моему. Кое-как врача выпросил, чтобы мне пришел терапевт. Мне, в принципе, больничный не нужен. Мне надо, чтобы она меня послушала, назначила адекватное лечение. И что происходит? Звонит терапевт, телефон говорит, я к тебе не приду. Я тебе по телефону сейчас назначу лечение. Полечишься так. И начинают назначать спрей, антибиотики. Таблетки, антибиотики. Там какое-то полоскание. Еще какие-то таблетки для укрепления типа иммунитета. Я говорю, а вы мне какой диагноз ставите? Как вы вообще удаленно ставите диагноз какой-то? Ну, у тебя, скорее всего, вирус какой-то был. Я говорю, а если вирус, то почему антибиотики-то назначаете? Тем более назначаете широкого спектра. Она мне на что-то отвечает. Ну, было вирус, теперь у тебя уже осложнения. Сто процентов. Не на КТ, не на какие, не надо ничего ехать. И слушайте, если я приду, это все ничего не покажет. Пей антибиотики. Это сто процентов все правильно. И, ну, на такие моменты я просто офигеваю. То есть, в ютубе или по телеку где-то показывают, что уже вакцины от онкологии придумывают где-то. То есть, программируют уже какие-то иммунные клетки. Научились на генном уровне программировать, чтобы они атаковали раковые клетки. То есть, распознавали, умели к ними цепляться. Какие противовирусные вакцины крутые уже делают. А здесь, вот мы, то есть, что по телевизору и где-то там. И что вот под холодным душем оказываешься, когда приходишь реально в больницу. Или там вот сталкиваешься с этим в жизни. Просто, это уже, по-моему, отголоски какого-то прошлого. Таких, мне кажется, врачей уже просто пора убирать. Ну, потому что сколько всяких статей про то, что нельзя антибиотиками лечить всех подряд. И при любом заболевании это, блин, везде уже учат. А тут-то, где сам врач-терапевт вот эту хрень назначает. Короче, вот с такой фигней столкнулся. Ну, ладно, видео все-таки мои книги о том. Ну, подлечился, все нормально. Но какая еще ерунда у меня. Я понял, что насколько я трус в целом. Я настолько волновался за свое здоровье, что вот в день исследования мне надо к двум часам приехать в Москву, в десять, соответственно, выходить из дома. Я полдесятого сижу, ну, один, жена там ушла на работу. Сижу, блин, и все. У меня температура 37,5 от нервов. У меня, я не знаю, в туалет там по большому три раза уже сходил. Просто как здесь начинает вот этот вот мандраж. И не будь бы я как бы без какого-то вот духовной подоплеки, если бы меня не было, да я просто не поехал бы. Если бы я был тот человек, который был в восемнадцатом году, я бы не поехал на исследование. Я бы лег, сказал, все, я заболел, вот температура, вот все доказательства, наверное, что-то отравился. И в итоге не поехал бы, короче, на это исследование. А так, ну, и помолиться можно, успокоиться. И разум приходит как бы в порядок. Ну, ты можешь себя взять в руки. Опять же, не ты себя берешь в руки, а как бы по благодати все-таки вот по этой едешь, когда помолишь и успокоишься. Поэтому в наше время, вот в 21 век, да, в сумасшедшее, обязательно надо какими-то духовными практиками обладать и уметь вот брать себя вот в руки, так сказать. Ну, поехал я в Москву. И какие еще испытания ждали? Прям вот была череда таких вот каких-то испытаний. Вот реально испытывалось мое сердце как будто. И сердце, наверное, семейных моих. Приехал на исследование. СМС-ку написал супруге, что все, я в медицине там, ну, это в центр, вот это называется, медицина. Приехал, все нормально, сейчас иду на исследование. Исследование прошел. И на выходе звоню жене. Ну, пару слов буквально мы с ней там это, что я вышел, что вот иду в метро, и у меня симка сломалась. Все, отключилось, я ее там вставлял, переставлял. Все, она не работает. Сломалась сим-карта вот именно в этот день. Блин, тоже такое было. Ну, менять некогда, вроде надо на ласточку уже обратно чесать. Короче, я тоже побыл сам с собой, так наедине с самим собой. А жена волновалась, конечно, дома. Что там, муж пропал ни с того, ни с сего, ни ответа, ни привета. Что с ним случилось тоже, ну, тут испытывалось сердце, короче. Ехал домой, и результаты присылаются на электронную почту от 3 до 36 часов у них написано. Ну, и, конечно же, мне пришли через 36 часов. То есть, 1 февраля был ПЭД, 2-го утром я проснулся, и сидишь на телефоне, вот это, ждешь это письмо. И каждый раз, когда на почту приходил либо спам, там, уведомление трынкает, просто, я не знаю, у меня такие инфаркты начинаются, ну, сердцебиение, вот эти, волнение, тревоги. Короче, 2-го числа, ну, вот утром супруга ушла на работу, я на мандраже сижу дома, вот на измене, и думаю, дай помолюсь, типа. Вообще, в целом, у меня разные были какие-то в голову мысли всякие лезли, даже были такие, что удалить канал нафиг, что не вправе я какие-то советы раздавать, вообще никому это не нужно. И я решил помолиться в целом о всей ситуации. Ну, как всегда, я, как бы, молюсь, если вот приплющит, как бы, так сказать, да, я молюсь как? Сначала молитва покаяния, исповедь, ну, прославление Господнее, и потом задаю какой-то вопрос. Я задавал вопрос вообще, папа, типа, ну, я на том пути, правильно ли я движусь, угоден ли я в твоем плане? Вот такая молитва была. Вот это YouTube-канал, может быть, я не в то, не тем занимаюсь, чем должен, типа. То есть, вот такие были, вот, у меня такая мысль была. Ну, конечно, за здоровье помолился в целом. Но основная мысль была, то есть, угоден ли я, ну, и правильно ли я движусь сейчас по жизни, да, после всего произошедшего. Ведь когда-то в 2018 году я давал, так сказать, обещания и обеты. Вот, так ли я движусь, в общем, по жизни. Вот такая была суть. Ну, вот, помолился, и через три часа на видео, которое про лимфому там было, у меня нет худа без добра, появляются комментарии. Я вам сейчас прочитаю. Да, добавить нечего. Все то, о чем ты говоришь и что переживаешь, в плане духовного рождения, перемен, в первую очередь внутри, я очень понимаю буквально и дословно, пройдя в свою очередь своим путем и смертью, к рождению в духе. Так или иначе, чтобы родиться духом, нужно умереть, буквально испытать близость смерти, как в своем случае. Или внутри, умирая годами, медленно, уверенно, идя к физическому обрыву, за счет душевного томления духа и непонимания, зачем я живу. Для чего все это? И добро, и зло. Для чего этот бестолковый цирк, со счастьем и несчастьем, одинаково обрывающийся, с легкой руки старухи с косой. И обесценивающий любые вещи и поступки моего существования. У всех свой путь к смерти, к рождению. Но в чем мы все похожи после, помимо того, что ты уже в точности сказал, мы теперь делаемся в каком-то смысле одиночками. И понять нас вполне могут только люди, сами испытавшие подобный опыт. Ни близкие, ни родные, ни люди в комментариях, кивающие одобрительно и желающие добра, причем искренне. Между нами теперь пропасть. Хоть и внешние теплые отношения, но для нас становится на уровне ощущения, понятна разница душевного и духовного. И от этого мы неизбежно одиноки, но не одни. Потому что с нами теперь Бог, а с Ним одиночество становится не приговором и давлением изнутри, а новым, прекрасным, единственно верным и заслуживающим внимания живых и сущих в этом быте людей внимания. и развития в нем, и максимального яркого интереса, и вкуса к жизни. Не быту, а к жизни, что внутри. И это чудо, чудо рождения. Это больше, чем Бог ходил по воде и воскрешал мертвых. Те чудеса не спасают, а вот это чудо, что скрыто от остальных, и в нем, и невдомек смотрящим тебе прямо в глаза, и пытающихся в них что-то увидеть и понять. И этому не научить, не рассказать, не поведать, не донести. Между нами стена и пропасть недосягаемая, как пропасть и стена между мной того, что до и после. И понимание на этом собственном контрасте, что рассказывай мне все это, тогда я бы не понял, не проникся бы. Это невозможно, потому что невозможно. Как невозможно рожденному ребенку, скажем, донести, что такое жизнь, во всей красоте тому брату-болезнецу, что еще в утробе. Для него жизнь – это утроба, темная, теплая, даже уютная, по-первых. И все, что ему скажешь, он может в лучшем случае снисходительно кинуть в твою сторону одобрительный кивок и сказать, ну, лишь бы тебе это помогало, лишь бы тебе было хорошо. Я желаю тебе добра, ты же брат мой. А ты смотришь на него и жалеешь. Но поделать нечего. И не надо на самом деле. Ты не сможешь. Бог и тот не смог всех спасти. Иуда был его одним из самых приближенных. Какой итог? Дьявол был правой рукой Бога. Итог. Спасает нас только Бог. Но принять это или отвергнуть, услышать призыв или остаться глухим к нему – вот что только в нашей власти. И вот где истинное проявление свободы человека, что даровано ему и уподобляет творению самому Богу. И на что сам Бог не посягает. Да, мы рабы, пусть смеются невежды, но нас не порабощали. Мы рабы любви, по доброй воле. Мы хотим угождать нашему Господину от сердца. Тому, кто сам сделался рабом для нас и ради нас. Приняв на себя человеческую природу и омыв ноги всему человечеству, как раб, обычно делает это своему Господину в лице апостола Петра. Говорю так много, потому что сам теперь в каком-то смысле одинок. И такие вещи могу сказать только тебе и подобным нам. Не говорю, что мы особенные и уже спасены, но в нас положены начала. и мы приоткрыли уже глаза и увидели свет. Но крепко сжимающим свои духовные веки невозможно донести о природе света и цвета. Благодарю, что своим наличием ты дал мне возможность высказаться и поделиться. Помогай Бог, терпение, мира, спасение всем нам. Вот такой комментарий через три часа ровно после того, как я помолился 2 февраля. Для меня это было как ответ. Я вообще настолько поразился вот этому, что какая же крутая действительно между нами неизведанная связь между людьми может быть. То есть вот я молюсь, у меня проблема, мне нужна какой-то знак и пожалуйста держи ответ. Для меня это чудо. Кто-то скажет конечно со стороны ну Серега ты типа притягиваешь за уши, ты выдаешь желаемое за действительность. Вот такое мне часто говорят. Как и про обстоятельства восемнадцатого года. Ну Серега ты все притягивай за уши. Конечно же тебе помогли врачи там то-то-то типа все это просто стечение обстоятельств случайное. Вот такие дела. Но да как написано сказано было в комментарии единожды рожденный не поймет того кто родился дважды кто уже в жизни родился еще и духовно. Между нами стена. И после вот этого прочтения комментария я уже в принципе перестал волноваться за результаты Пэта. 3 числа уже утром я просыпаюсь проверяю телефон и там светится что пришло заключение ПэтКТ. За эти два дня вот первого второго и третьего я осознал насколько я ссыкло на самом деле и насколько я трус. Ну кто из нас в принципе не боится за свое здоровье и не переживает люто за него. Страх все-таки одинаков для всех но у кого-то есть способы с ним бороться кто-то на морально-волевых может вывозить а кого-то от него освобождают и как освободиться вот я думаю в дальнейшем на канале я буду рассказывать он действительно получаешь свободу то есть не надо бороться там брать в руки я сейчас из всех сил встал ну и пойду и обосрался это в заключение что в нем сказано что по результатам под КТ в общем я не буду полностью рассказывать по основному заболеванию признаков прогрессирования никаких нету то есть метаболизм низкий очень это хорошо то есть значит я остаюсь в ремиссии там есть кое-какие моменты там вместе взятие костного мозга пункции там киста образовалась и вот ее просто надо мониторить следить за ней но так в целом я остаюсь здоров можно сказать и теперь мне только через год нужно будет обследоваться короче вот так я вот очень много думал по поводу вот этого комментария да который как ответ на мою молитву был я думаю что какие мысли что все-таки мой канал наверное не наверное мой канал будет продолжать ну так сказать вестись я думаю вообще в целом люди которые пережившие какие-то тяжелые утраты люди пережившие может быть какую-то зависимость вы вот вышли из зависимости там в зависимых отношений наркозависимости алкозависимости которые какую-то катастрофу пережили они обязательно или тяжелую утрату мы обязательно все тяжелую болезнь вы пережили если мы должны быть как маяки для тех кто оказывается в подобных ситуациях мы должны быть путеводителями все-таки потому что когда ты оказываешься в этой ситуации я просто вспоминал да так все пытался опять прочувствовать свои воспоминания вот эти вот о больнице и насколько я тогда был нуждался вот в каком-нибудь положительном примере блин я прям и никого не мог найти то есть очень мало в интернете хороших так сказать людей которые на кого можно поравняться в этом вопросе и который может подбодрить так сказать наставить что-то рассказать толковое в общем мы должны быть маяками для людей которые сейчас попали в тяжелые ситуации схожие с нами это обязательно это наше теперь должно быть жизненное кредо так сказать и мы должны об этом свидетельствовать мы не должны быть навязчивыми какими-то мы просто должны быть и где-то об этом засвидетельствовать и оставить на канале значит теперь я остаюсь уже 6 лет в ремиссии после достаточно тяжелой ситуации я беру на себя смелость сказать что все-таки я могу чем-то наверное наставить человека попавшего в такую же ситуацию и на своем канале я теперь буду рассказывать о том как я питался какие физические упражнения я делаю делал делаю вообще какие вещи мне помогали вот в преодолении болезни и обстоятельств которые появлялись вместе с ней жизнь до и после болезни все-таки разделена я знаю есть некоторые блогеры которые говорят что жизнь не делится на до и после что ничего не меняется как бы ну они пытаются так подбодрить нас наверное ну тех кто в такой же ситуации но я очень рад за них если у них конечно ничего не поделилось надо и после но количество энергии количество мотивации возможности в целом становятся другие для того чтобы как-то полноценно жить нужно гораздо больше приспосабливаться в этом своем новом положении и мне кажется большая опасность в этом в этой мысли что жизнь не делится на до и после потому что есть такой момент что это испытание из него нужно вынести урок все-таки и очень опасно просто пройти химиотерапию положить болта на свою жизнь ну как сказать на вот этот урок и пойти дальше нужно изменить вот как минимум отношение к питанию отношение к обидам к отношению между людям отношение к своему внутреннему миру надо поменять количество своего движения в жизни вообще ко всему к этому вообще в целом отношение к жизни нужно поменять на философское более иначе если ничего не изменится самое плохое что можно сделать в этом состоянии это пойти во все тяжкие там начать пить поразновать жизнь там последние деньки типа доживать резко начать потому что в таком случае человек как раз оказывается прав он тогда и начинает доживать последние деньки такие мысли в общем есть еще идеи книги интересные читать вам так сказать сказки на ночь такие ну причем умные книги которые можно в жизни очень сильно применять знания из которых применять можно но я очень боюсь что может прилететь бан или там авторские права какие-нибудь страйки завторские права поэтому ну у меня вот одна книжка есть сейчас на готове я главу прочитаю надо будет разбавлять со своими мыслями прочитанное ну и рассказывать это в общем кому интересны мои дурные мысли добро пожаловать в общем такие еще идеи ну и свой прогресс ну так сказать путь великого музыканта буду демонстрировать путь великого художника да еще есть идеи уроки по изобразительному искусству плейлист создать и ну сделать причем для самых наверное начинающих именно начнем с детей и дойти до чего-то до высокой уровни действительно для до уже знаний там Итана Йохана что-нибудь такое там именно по цвету по композиции потом уже до этого добраться но начать с самых там этих азов так сказать как-то так друзья все кто борется победа вам здоровье ну и до скорых встреч пока пока